Меняется же отношение людей, у них возникает больше доверия, когда в хорошем помещении проходят и консультации, и лечения. Да, совершенно верно, но это наша работа. В Приморском краевом онкологическом диспансере завершается капитальный ремонт. На реновацию было выделено из госбюджета около 27 миллионов рублей. Вы знаете, я приходила тогда, когда был здесь ремонт, а сейчас, конечно, уже сделали очень приятно. Чисто, аккуратно, красиво. Тот шаг, который позволяет комфортно работать и врачам, и сестеринскому персоналу, ну и, конечно, и пациентам. Здесь чувствуется более комфортно. Мы такую работу будем проводить по всем поликлиникам, и в этом году, несмотря ни на что, мы начнем работу по стационарам. После ремонта поликлиника структурное подразделение онкоцентра заметно преобразилось. В лечебном учреждении созданы все условия для комфортного пребывания пациента. Внедрены элементы бережливой поликлиники. На каждом этаже работают два регистратора, бесплатный интернет. На входе размещены памятки с ближайшими гостиницами, где можно расположиться по сертификату со скидкой от лечебного учреждения. Мы сейчас примем решение, связанное с тем, что жителям отдаленных и северных районов, это Красноармейский, Тернейский район, Пожарский, Ольгинский, Лазовский, мы будем оплачивать проезд в лечебное учреждение по направлению врачей. Это первое. Ну и второе, Минздрав Приморского края сдаст приказ на то, чтобы обследование, особенно на тяжелом оборудовании, проводилось в течение первых суток, чтобы врачи сами с пониманием к этому относились и делали все возможное, чтобы человек как можно быстрее прошел все процедуры обследования. Жители отдаленных территорий края смогут попасть в обновленный диспансер на обследование и лечение бесплатно. Алина Черненко, Екатерина Зверева, Новости на Восьмом.